Буквально недавно председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании заявил, что свобода слова осталась только в России. И это не просто слова. Средства массовой информации в нашей стране рассказывают разные точки зрения, которые порой не совпадают с мнением властей или какой-то части общества. Взять хотя бы республиканскую медиасреду, где действуют издания, нередко критикующие чиновников регионального и местного уровней. Но свобода слова не означает свобода от ответственности за дезинформацию и ложь, оскорбления и унижающие человеческое достоинство сведения. Некоторые издания не гнушаются распространением подобной информации. Ну а мы, со своей стороны, такие материалы разоблачали. Буквально на этой неделе издания «Пруфы» вылили порцию грязи на министра культуры Амину Шафикову, обвинив ее в появлении в нетрезвом виде в рамках служебной командировки в Китае и давая оценки ее личной жизни. Все начинается с мелких вещей. Здесь немножко соврали, здесь передернули факты. Здесь сделали вид, что это одна из точек зрения. Но это все как раз ведет к тому, что постепенно формируется в сознании людей картина, которая очень далека от реальности. И вот то, что сейчас в Российской Федерации борьба с фейками перешла уже даже на уровень уголовного преследования, это абсолютно правильно. Это не безобидные вещи. Это вещи очень серьезные, которые могут не отдельного человека, а целую страну завести в тупик. Пожалуйста, ты можешь любую аргументацию приводить, ты можешь конструктивно критиковать. И в общем-то власть к этому относится вполне адекватно, вполне терпимо. И там, где есть какие-то ошибки, они в принципе признаются, они исправляются. И опять же, плюрализм не нужен для того, чтобы мы очищались от этих ошибок. Но там, где идет сознательная работа на деструктив, то есть это не попытка сделать общество лучше, не попытка что-то исправить. Это конкретная политика, направленная на разжигание конфликта в обществе, который никому не нужен. Порой диву даешься от фантазий таких горе-журналистов. Но кто же на самом деле эти люди? Взять, например, редактора издания «Уфа-1» Артема Супонькина. По мнению федерального телеграм-канала «Системный пестицид», молодой человек был администратором небольшого блога с весьма странным названием, который буквально два месяца назад, как утверждает автор поста, назывался «Супонькин Уфа-1.ру». На протяжении всего времени СВО Артем публикует оскорбления действующей власти, критикует российскую армию и злорадствует трагической гибели Дарьи Дугиной. После публикации поста блог был закрыт в течение получаса. Однако сохранились скриншоты. Автор явно не стеснялся в выражениях и не скупится на критику власти, порой призывая к различным акциям. Если есть журналистские публикации, где дискредитируются наши органы власти, дискредитируется специальная военная операция, есть экстремистские высказывания, это должно в любом случае быть интересом правоохранительных органов. И в особенности органов Федеральной службы безопасности. Таким же непримечательным казался и другой работник уже издания «Пруфы» Дмитрий Соломатин. Во время видеообзора оперативного совещания в правительстве республики, он, например, со злорадством высказался о детях, которые пострадали от бродячих собак. А на странице в социальной сети ВКонтакте Дмитрий размещал посты, где унижает достоинства пожилых женщин, народов республики и в оскорбительном тоне пишет о мусульманских миноретах. Когда информация о творчестве журналиста «Пруфов» была опубликована на одном из телеграм-каналов, автор удалил провокационные посты и закрыл страницу. В необычном уже поэтическом творчестве также был замечен политический обозреватель «Пруфов» Марат Гореев, ранее, кстати, судимый по статье о присвоении чужого имущества. Именно Марат Гореев публично от имени «Пруфов» отказался извиняться перед выпускницей Миланы Ахметовой, с которой на последнем звонке танцевал Радий Хабиров. Глава республики пригласил на вальс выпускницу на Советской площади. Что-то неправильно поняли. Если вы ошиблись, ну, вы принесите свои извинения. Вы скажите, вот, да, вот на самом деле было вот так. Нас там дезинформировали, нам дали неправильную информацию, это была неправильная интерпретация, потому что, ну, ведь жизнь можно человеку так поломать. Это действительно большая серьезная ответственность, и это надо понимать, это надо воспринимать. Но что особенно вызывает тревогу, в интернете сохранились скриншоты со страницы запрещенной в России социальной сети Facebook, где господин Гореев некогда публиковал мнение о собственном чувстве омерзения и стыда за свою страну. Почему эти издания берут на работу таких персонажей? Их ведь даже на километрах из МИ нельзя подпускать. Много лет нам было просто омерзительно реагировать на деятельность наших коллег. Мы думали, что все-таки здравый смысл забладает, и они сами успокоятся. Информация о том, о чем эти люди пишут в соцсетях, и как ведут себя публично, и укладывается в голове. Этих людей вложат беспринципность, враждебность по своей стране и республике. Последствиями этого становятся сплетни, возведенные в степи новости СМИ, что мы и наблюдаем. В своих материалах и Уфа-1, и пруфы привлекают в основном одних и тех же экспертов. Взять хотя бы Рустема Шейхметова, позиционирующего себя экономистом. В публикациях и комментариях данным СМИ мужчины любят приводить одни и те же цифры из открытых статистических данных и интерпретируют их всегда не в пользу республики. Например, уже два месяца он приводит статистику средних зарплат учителей в Башкортостане, сравнивая ее с зарплатами в Москве и субъектах Крайнего Севера, где цифры больше в два раза. Ирония в том, что сам Шейхметов в прошлом был генеральным директором швейного производства и вошел в список черных работодателей Уфы с жалобами на невыплату зарплаты. По словам сотрудников, даже было возбуждено уголовное дело по мошенничеству. Зарплата всех видов бюджетников, как я уже повторил, это и медики, и бюджетники вообще общей сферы, социально-культурной сферы, это преподаватели, высшие школы, это учителя, значит, она привязана к средней зарплате по экономике региона. Сегодня она у нас превышает, допустим, где-то 60 с небольшим тысяч рублей по республике Башкортостан. И поверьте мне, что все наши бюджетники, вот все мои, мной перечисленные категории граждан, они получают не меньше. Вот приводя в пример наш филиал, мы, например, этот показатель несколько превышаем. Неуместно сравнивать, кажется, один в один в первом приближении, вот все экономические показатели, включая и уровень жизни, зарплаты и так далее, с Москвой. Ну и есть, я вот уже говорил об этом, допустим, с рядом ресурсодобывающих регионов, там Ханты-Манти, Тюменская область и так далее, так далее, да. Так же Чукотка, например, Сахалин. Потому что, значит, разные регионы имеют разные экономические показатели. То есть, да, ты получаешь больше, но одновременно ты и, значит, тратишь больше. Тратишь больше. И, конечно, зарплата внешняя того же учителя, который там превышает 100 тысяч рублей, в Москве, как бы, да, она впечатляет. Но мы не забываем, что там жилье, извиняюсь, на порядок дороже, да, чем у нас. Ангажированность, попытка создать у людей ощущение отсталости республики и очернить все ее успехи, креды указанных изданий и их экспертов. В чем же причина такой озлобленности к властям и ее решениям? Возможно, в уголовном прошлом этих товарищей. Еще один эксперт пруфов, Расул Ахиареддинов, имеет за плечами судимость по статьям об умышленном причинении вреда здоровью, а также уголовное дело за реабилитацию нацизма. Он публично требовал прикрыть срам на главной скульптуре мемориального комплекса на Мамаевом кургане «Родина мать зовет» и сравнил ее с явлениями гомосексуализма и голой вечеринкой Ивлеевой. Однако после общественного резонанса Ахиареддинов был вынужден записать извинения. Но дело все равно возбудили. Приношу свои извинения перед ветеранами Великой Отечественной войны. На страницах пруфов Ахиареддинов, позиционируя себя как эксперта в разведении крупного рогатого скота, обрушился с критикой на решение властей завести в Мурадумовское ущелье зубров, называя это галимыми понтами и провальной идеей. В своих комментариях прогнозировал, что животные не выживут в республике, если их полностью не обеспечивать питанием. Эксперты же в области биологии говорят об обратном. Зубры жили на этой территории тысячи лет назад, и климат для них самый подходящий. Они намного лучше приспособлены к зиме, чем другие животные лесов республики, потому что диапазон принимаемых в пищу растительности и их остатков у них намного шире. Успешная зимовка и дача потомства в 2024 году подтверждает адаптацию привезенных зубров к природе Башкортостана. Весьма экстравагантным повезением отличается и владелица пруфов Руфа Рахимова. Много раз ее издание представляло главу республики и нынешнюю управленческую команду региона, как временщиков, которые хотят просто заработать и уехать. Но в отличие от Руфы Рахимовой, у Радия Хабирова нет иностранного вида нажительства, тем более в странах НАТО. Почти уже гражданка Турции, владеющая собственностью в этой стране, называла себя матерью и дочерью башкирского народа. 16 января она публиковала фактический призыв к участию в баймакских событиях у себя на странице и была заблокирована Генеральной прокуратурой России. На чьей стороне и в чьих интересах работают указанные люди – вопрос открытый. Так уж получилось, что СМИ, как и любой другой инструмент, может служить во благо или во вред. И это выбор в первую очередь руководителей таких изданий. Продолжение следует...